Привет всем, с вами я Вика. Сегодня будет очень познавательное видео. Я наткнулась на такую информацию. Я раньше хотела об этом сделать, но я ещё не очень... Короче, сейчас я нашла больше информации, очень много читала по теме, проверяла, сравнивала. Короче, информация очень нужная, полезная. Почему? Кому она полезна? Полезна для туристов, во-первых, и полезна для людей, которые хотят жить в хорошем месте летом. Вот, потому что, ну как считайте, зимой мы обычно дома сидим, да, там активитис не очень есть. Летом всё-таки хочется выйти на улицу, погулять, где-то чем-то заняться. Вот жизнь, там каникулы у детей, им надо чем-то заниматься, а не сидеть дома, как во Флориде, например, да. И я вам дам сейчас места, в которых лучше и хуже всего жить летом. Говорю, опять-таки, информация очень важная, примите во внимание. И не жадничайте, другим подсказывайте, потому что карму свою немножко, плюсик к карме дадите. Вот. Я надеюсь, что вы что-то полезное узнаете. Ну, давайте приступать. Значит, собраны 10 лучших и 10 худших мест в Америке для жизни летом. Перед тем, как я буду список оглашать, я хочу зачитать информацию, которую я собрала и перевела. Но так как я не переводчик профессиональный, перевела как могла, читаю я вслух очень коряво, поэтому не судите строго. Вот. Просто вникайте в информацию. Вот. И прислушайтесь, если не поймёте, прокрутите назад немножко и прислушайте ещё раз. Потому что вот это сама суть, что я сейчас буду говорить. И понимая её, вы потом поймёте любую точку земли, где жить хорошо летом. Вот. Я сама немножко не понимала, как это. И теперь я понимаю, ну, понимаю саму систему, как это. Короче, слушай, давайте начинай. Когда дело доходит до лета с его жаркой погодой, здесь так много прекрасных вещей. Пляжные дни, барбекю, открытые купальники, предлог пить пиво весь день на бейсбольных играх. Список можно продолжить. Летом активитис, походы, например, да. Вылазки там на природу, на шашлык, на лодке покататься, да. Много всяких активитис. Пахайкать. Даже в футбол поиграть, да. Вот. Но есть и минусы летней погоды. Не совсем прекрасные вещи, такие как бессонные ночи в душных квартирах. Потные пятна на вашей рабочей одежде с утра, уже в 9 утра. Тёплое пиво и комары. Палящее солнце и влажность. Потные женщины. Короче говоря, летняя погода может быть неудобной. Итак, давайте посмотрим, какие города удобны для проживания летом. И что заставит вас хотеть перебраться на Северный полюс, на стажировку в мастерскую Санта-Клауса или поселиться жить в холодильник в летнее время. Недавно созданный индекс летнего комфорта учитывает 7 климатических переменных, включая общее количество осадков, суточные, минимальные и максимальные температуры, экстремальные, высокие и низкие температуры, средние точки росы и дни осадков. Базовые оценки основаны на высоких и низких температурах за пределами комфорта. Диапазона 60-80 по Фаренгейту, это 15-26 по Цельсию. И затем другими переменными, такими как влажность. Хочу заметить, что так как я живу в Америке, я все считаю на Фаренгейте, если вы сюда приезжаете, привыкаете. Это буквально пару дней вы перестройте. Потому что, как мы считаем, 70 это так, ну, можно уже одевать футболку, да, уже ходить в футболки. 77 это уже жарко, так хорошо жарко уже, 80 это уже надо кондиционер включать, 90 это очень-очень жарко, 100 это вообще туши свет. А когда мы были в Калико, например, в Калифорнии, там было 120, вот, 120. Ну, я вам скажу, мне очень даже комфортно там было, жара-жара была, но я не страдала. Я бы во Флориде, я бы уже, наверное, умерла при такой жаре и нашей влажности. А там, ну, мы на улице гуляли пару часов, вот, пару часов мы там были, ну, правда, мы были очень рано утром. Мы приехали, как только парк открылся, мы там до обеда где-то тусовались, вот, потом, конечно, там туши свет. Ну, в обед уже было 120 по Фаренгейту. Значит, это считайте, это отнять 32 и поделить на 2. Отнимайте 30 и делите на 2, самое проще. Например, 82 градуса минус, ну, 80 градусов минус 30, 50 поделить на 2, 25. Вот, очень легко считается, очень-очень легко переводится. Но, говорю, 70, 77, там, или 70, 80, 90 и 100. Вот так мы примерно знаем, 70 это тепленько, 80 это уже жарковато, 90 это очень жарко, 100 это туши свет. Вот. И при 80 уже включает кондиционер, как обычно, обычно. Не все, но обычно, потому что это уже довольно так чувствительно. И вот я буду приводить в Фаренгейтах. Ну, говорю, привыкайте, потому что чем раньше привыкнете, тем, ну, тем вам удобнее будет потом. Я, например, на Цельсию, я уже с Цельсием не очень ориентируюсь, насколько это по Цельсию тепло или это. Я уже так на Фаренгейт и мы перешли, что, ну, просто, это все фигня, вот эта метрическая, не метрическая система, все фигня, она переучивается. Некоторые люди смотрела, некоторых блогеров немножко не в тему, но скажу, что меня бесит. Бесит в Америке, бесит в Фаренгейт, Эмилии, фунты. Боже мой. Да возьмите просто, да за неделю, за месяц переучитесь. Ну, такая у людей система. Почему это должно бесить? Это просто другая система. Это то же самое, как другой язык. Ну, вот их бесит. Вот это два слова я вообще не понимаю. Это такое слово, ну, такое неправильное слово. Бесит. Вот. Ну, можно сказать просто, что мне неудобно считать там или мне непонятно. Но со временем все переходят на эти мили и на фунты. И никто уже здесь километры и метры и килограммы не употребляет. Все на паундах, вот на милях, на Фаренгейтах очень-очень быстро переучивается. Поэтому не заморачивайтесь на этот счет. Вот. Если вы сюда едете, собираетесь, немножко ознакомьтесь, но даже и этого не нужно. Потому что пару дней, неделю-две вы уже будете точно так же ориентироваться. Это очень быстро перестраивается. Так вот, дальше. Методология. Начальные оценки основаны на ежедневных, высоких и низких температурах, где общее количество градусов вне диапазона комфорта 60-80 по Фаренгейту подсчитывается. Исходные баллы затем штрафуются общим количеством дней в месяц с высокими и низкими температурами вне диапазона комфорта. А также штрафуются, ну, отнимаются очки на основании чрезвычайно высоких и или низких значений. Полученные оценки дополнительно корректируются с помощью средних значений точки росы для каждого летнего месяца. Можете это пропустить. Сейчас я вам объясню так. Другими факторами комфорта является сумма осадков и количество дней с осадками. Это всё только про лето. Вот три летних месяца. Баллы отнимаются в зависимости от общего количества осадков в летние месяцы, а также количество дней с измеряемыми осадками. То есть, если выпадает много дождей, значит, это считается некомфортным. Почему? Потому что поднимается влажность, во-первых. Во-вторых, у вас меньше возможности времени побыть на улице для каких-то активитис, да, позаграть на солнышке. Ну, такое, понимаете, качество жизни летом оно как бы уменьшается. Чем больше дождей, тем больше, тем хуже. Вот. Но мы сейчас только про лето, хорошо? Высокая дневная температура. Ну, вот это вот такие вот, что учитывается. Высокая дневная температура. Это означает средняя максимальная суточная температура. Вот средним максимумом, например, днём здесь в среднем 80. Ну, во Флориде летом в среднем 85-90, вот так скажем, летом, да? Ну, примерно. Там больше, больше будет. Я просто говорю в среднем. Ночная низкая температура. Это означает средняя минимальная, ночная низкая температура. Ну, это всё в Фаренгейтах. Дождливые дни, это дни осадков. Это когда можно измерить осадки. Если там выпал дождик, который там минут ушёл, его не измеришь. Осадки, которые выпали, значит, они считаются. Это дождь, именно который можно посчитать, вот сколько, вот столько воды выпало. Или вот столько воды выпало, понимаете? Там у них есть приборы, которые, ну, куда там, как они подсчитывают. Вода же, она уходит в землю, там, растекается. Мы так не можем почитать. Но вот метеорологи, у них своя система. Влажность. И вот теперь внимание. Влажность – это средняя максимальная температура точки росы. Что такое точка росы? Это, знаете, когда вы смотрите в телефон, смотрите, ага, погода такая, да, вот там. Ну, сейчас покажу. Вот кисины. Я не знаю, видно вам, не видно, но вы посмотрите в своём. Если вы поднимете сюда, вот здесь есть химидики, вот это. Сейчас 78% влажности. Это средняя влажность. Это не точка росы. Вот тот, что показывают в телефоне, это не та влажность, которую надо смотреть. Вот, сейчас мы разберёмся. Вот это надо, вот с этим надо разобраться. Если не понимаете, прокрутите назад, ещё раз послушайте и подумайте немножко. Это очень легко понять. Ну, я сначала, мне, например, два раза надо было почитать, потому что я не сразу поняла, врубилась, что это. Вот, но теперь я понимаю. Влажность – это средняя максимальная температура точки росы. Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Вот. Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Вот. Вот это относительная влажность воздуха. Она определяет точку росы. Чем выше относительная влажность, бывает 99, там 100, бывает 22, там у кого как. Ну, 22, наверное, не бывает. А может, не знаю. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100%, здесь было 78, вот, в Кисиме. Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой. Ну, например, вот здесь было 78 градусов, да. Сейчас у нас 73 по Фаренгейту, да. И вот Humidity, ну, влажность 78%, она почти совпадает с этим. Она не 100%. Если она была бы 100%, вот, влажность относительная, то она бы была 73%, по-моему. При значении точки росы свыше 20 по Цельсию, это 68 по Фаренгейту, 20% это 68. При значении точки росы свыше 20 по Цельсию, плюс 20 по Цельсию, большинство людей чувствуют дискомфорт. Воздух кажется душным. Свыше 25 по Цельсию люди с болезнями сердца или дыхательных путей подвергаются опасности. Короче, что это значит? Высокая влажность, это плохо для здоровья, да. Для тех, кто больной, кто не очень здоровый. Это точка росы, это не относительная, не вот эта, а точка росы. Точка росы является лучшим показателем влажности, чем относительная влажность, поскольку она не изменяется при изменении температуры. Вы можете иметь относительную влажность 70% при 90 градусах Фаренгейта, что было бы крайне неудобно. Относительная влажность 70% при 90 градусах. Я вам скажу так, например, во Флориде, когда 90 градусов, там чуть-чуть выше 70% влаги, как обычно у нас. У нас обычно выше. И очень плохо, очень плохо, особенно вот в средней части Флориды, очень дышать плохо. Ты весь липнешь, ты помылся, ты вышел на улицу, ты опять весь липкий, мокрый, оно тебя обволакивает. Вот эта влага, ты себя чувствуешь, у тебя кожа не дышит. Ты весь потеешь, ты задыхаешься. Короче, голова болит. Косметика все фуфили здесь. Короче, я вон волосы сегодня выпрямила. Посмотрите, сейчас зима, сегодня 73% по Фаренгейту, и сегодня 78% влажности. Я сделала два видео, у меня уже опять мои волосы назад вернулись. Они были плоскими. Вот если посмотрите первое видео, которое я сегодня сделала, там было еще прямой волос. Прямые волосы, вот, вот, все, что я, вот, я выпрямила волосы. Вот это вот через два часа вот такое вот. Я сижу дома, я не на улице, я на улицу бы вышла, там бы через минуту вот такие вот. Вот. У меня не кучерявые волосы, они вот такие, непонятные. Вроде и непрямые, и вот такие. Их надо либо крутить, либо выправлять, потому что вот это вот не дело. Вот это не дело. Но я не могу, я с хвостиком хожу постоянно, потому что жарко, и ты не накрутишь, ты ничего не сделаешь, потому что оно сразу раскрутится. В Калифорнии у меня всегда прическа была, всегда. Я каждый день на работу вставала, каждый день делала прическу, у меня она держалась. А вот это, вот это Флорида, понимаете? Вот у кого волосы девушки. А для женщины волосы, это 50% красоты, это волосы, да? И вот это у меня, вот с таким я живу. Совсем не фан. И вот это про влажность. Ну, ладно, отступим. Отступление немножко. Но относительная влажность 70% при 70 градусах вполне комфортная. Вот, потому что нет, вот 70 градусов днём при 70, это Северная Каролина, например, да? Или там Вирджиния, или Пенсильвания, или Нью-Йорк. Там летом, ну, если летом 70 градусов тепла и 70 градусов влажности, она-то влажность есть, но она очень приятная для тела, для человека. Вот она не репрессивная, она не убивает вас, не мучает. Вот. Поэтому говорю, что, ну, вот это очень интересный такой фактор, его надо понять, его погуглите, если я неправильно, потому что это всё я перевожу, и как могу перевожу, что-то там понаходила. Вот. Ну, поищите, кому интересно, потому что это очень важно. Влажность в Америке, с половиной Америки влажная. Вот это побережье, где восточная, и туда вниз, до Техас, то всё там очень влага большая. И вам, чтобы жить, чтобы было приятно жить, это очень важный фактор. Ну, для жизни. Потому что какое бы клёвое место ни было, будете плеваться потом и проклинать, как я вот с Флоридой. Я про неё столько много негатива говорю, потому что настолько тяжело здесь жить. При том, при всём, что я обожаю сауну. Обожаю. Я бы себе... Я дома буду иметь сауну, будет свой дом, я буду иметь сауну. Но я из сауны могу выйти в любой момент. А с Флориды куда? Ну, в смысле, сойти с этого... Надо куда уехать? На берегу ещё более-менее. Ещё чуть-чуть лучше, но вот в Ирланду и вот это Лейкленд. И все, короче, с середины Флориды не советую, никому не советую сюда ехать. Ну, в смысле, если вы так... Если вам нравится такое, ну, конечно, едьте, пробуйте. Ну, год потерпите, а потом уже сами убежите отсюда. Это всё относительное. Точка росы постоянно. Ниже 60 удобно. 60-65 становится липким. 70 очень влажным. А более 75 очень неприятным. Дни слишком жаркие. Ну, вот это всё про точку росы. Вот вы опять либо прослушайте, либо себе погуглите, как её высчитывать. Дни слишком жаркие означают количество дней с высокими температурами вне комфортного диапазона 70-80 по Фаренгейту. Ночи слишком прохладные или жаркие означают количество дней с низкой или высокой температурой вне комфортного диапазона 60-80 по Фаренгейту. Так вот, без дальнейших церемоний привожу список лучших и худших городов для жизни летом в Америке. Сначала я вам расскажу про лучшие места, вот, а потом уже про худшие, уже лучшее я наперёд расскажу. Значит, десятка. Походу закончилась карточка. Не знаю, где я остановилась. Значит, номер 10 в топе хороших городов. Сиэтл. Высокая дневная температура 77,4F. Ночная низкая температура 53,2. Это очень холодно, довольно холодно. Дождливых дней 11, ну, за лето. Влажность 53. Жарких дней 5 дней летом жарких. Слишком холодные или слишком жаркие ночи 90 дней. 92 дня, вот, там, жарко, считается жаркая или холодная ночь. Но здесь холодная, потому что 53, это холодно. Это минус 32, это сколько? Это 21 поделить на 2. 11 градусов, грубо говоря, это очень холодно ночью, летом, летом. В Калифорнии тоже холодно летом. Город известен хорошей музыкой, кофе и дождём. На самом деле, летом здесь не дождливо, всего 11 дождливых дней. Он также не очень влажный и не слишком холодный, и не слишком жаркий. Вот это номер 10. Номер 9. Рочестер, это в Нью-Йорке. Высокая дневная температура 81. Ночная низкая... Я буду округлять, я не буду говорить 81,4. Буду округлять. В меньшую или в большую сторону. Ночная низкая температура 59. Дождливых дней 21 уже. Это почти целый месяц. Влажность 60. Низкая влажность при этих дождях. Жарких дней 43. Вот. Слишком холодные или жаркие ночи 56. Холодно ночью. Видите, 59 градусов, минус 32. 26-13 градусов летом, ночью. Это холодно. Я считаю, что это холодно. Не пойдёшь погулять в футболочке, да? Уже надо какую-то курточку брать. Ещё одна победа для великих озёр. Они великолепны. Прямо под озером Онтарио средние максимумы и минимумы Рочестера находятся в пределах от 60 до 80 градусов F. Обычно считается самой удобной зоной для Homo sapiens. Наука. Номер 8. Баффало. Тоже в Нью-Йорке. Высокая дневная температура 81. Ночная низкая 59. Дождливых дней 21. Влажность 59. Немножко лучше, чем в Рочестере. Жарких дней 33 дня. Уже меньше, чем в Рочестере. Слишком холодные или слишком горячие ночи. 58. Тоже холодно ночью. 59 и здесь 59. Короче, так же 13. Расположен недалеко от озера Эри. Город Баффало. Умеет средний минимум 59 градусов по Фаренгейту. Средний уровень 81 градуса. Какой скучный способ сказать, что температура почти всегда находится в сладкой точке. Не знаю, что такое sweet spot. Что они имели ввиду этой сладкой точке. Наверное, приятно для, комфортно для тела. Номер 7. Кливленд. Сухаю. Высокая дневная температура 82. Ночная низкая 63. Дождливых дней 21. Влажность 62. Ну, это приятная влажность. Жарких дней 56. Слишком холодных или жарких ночей 27. Ну, меньше, чем месяц. Хотя Кливленд и имеет довольно большое количество дождливых дней. Его средний минимум составляет 63 градуса Ф. Ну, это прохладненько немножко. А его средний уровень составляет 82 градуса. Дальше. На шестом месяце Сан-Франциско, Калифорния. Высокая дневная температура 78. Нормальная температура. Там не жарко. Но там, кстати, ветер, между прочим, в тех краях. Но там нет такой жары, как на юге Калифорнии. Ночная низкая температура 55. Тоже холодно. Холодновато. Ночью холодно. Дубак в Калифорнии. В Диснейленд мы за 8 лет, я только один раз, мы вечером, когда ходили, один раз я не брала с собой кофту. Было тепло, вот как здесь во Флориде ночью. Всегда было холодно. Всегда такой дубак был, что просто, ну, дубниш капец. Вот такой было жарко-жарко, потом такой вечер быстро темнеет. Потому что близко к экватору и очень быстро, бум, холодно. Резко начинает холодеть. Солнце пропало резко, резко начинается холод. И такой, так как я мерзлячка, я еще хуже переношу этот холод. Но люди там и в куртках вечером, летом в куртках ходили. Так что это южная Калифорния. Вот на северной, наверное, еще холоднее. Ночная температура низкая 55. 5 дождливых дней, 1 день за лето. Влажность 53. Жарких дней 47. Слишком холодных и жарких ночей 90. Слишком холодные ночи это 90. Каждая ночь это слишком холодные. Сан-Франциско обычно имеет низкую влажность. Имеет только 47 дней в слишком горячем диапазоне. Короче, там нету жары, жарищи. Окснерс, Калифорния на пятом месте. Высокая дневная температура 82. Ночная низкая 58. Немножко теплее. Дождливых дней 0. Нету дождя. В Калифорнии зимой идут дожди. Влажность 56. Жарких дней 49 всего. Короче, там и не жарко. Ну, есть жара, но не такая, чтобы все лето. Слишком холодные или жаркие ночи 79. Уже как-то получше. Окснерд расположен недалеко от Тихоокеанского побережья к северу от Мальву. Компенсирует свое неудобное звучание с помощью среднего дневного максимума примерно на 82 градуса по Фаренгейту. 25 по Цельсию. Опять четвертое место опять Калифорния. Сан-Хусе. Ночная дневная, высокая дневная температура 82. Хорошая, нормальная. Не жарища, но и не прохладненькая. Ночная низкая температура 56. Немного холодно. Дождливых дней 1 за лето. Влажность 52. Жарких дней 53. Это половина лета. Слишком холодные или слишком жаркие ночи 88. Ночей холодно. Ночью холодно. Номер 3. Опять Калифорния. Сан-Диего. Да, калифорнийцы, между прочим, говорят все, у нас хорошая погода. У нас есть погода. Как они говорят, у нас есть погода. Но это второй вопрос, что ради погоды там надо выживать. Все очень дорого. Не знаю, стоит ли. Но на лето ехать туда очень даже, очень даже хорошо на лето в Калифорнии ехать. Супер. Супер-супер на лето в Калифорнии ехать. Я бы советовала любому. Я очень-очень люблю Калифорнии летом. Обожаю. Цветов много. Небо синее-синее такое, знаете. Ой, так красиво. Сухо нету этого, этой же влаги. Такие запахи, знаете, хвойных и цветов. Птички поют. Вообще там, ну рай на земле. Океан красивый. Вообще обалдеть. Обалдеть. Значит, третье место Сан-Диего. Высокая дневная температура 83, ночная низкая 60. Чуть-чуть уже теплее как бы. Дождливых дней 1 за лето, влажность 59. Жарких дней 47 дней за лето и слишком холодной или жаркой ночи 28. Видите, там ночью всё-таки приятнее. Ну, ближе к Мексике, там не так холодно. Номер 2. Летом. Где опять Калифорния, Лос-Анджелес. Опять Калифорния. Витя, половина списка топа 10. Это Калифорния. Вот. А, я ещё про Сан-Диего не договорила. Другой город Южной Калифорнии с низкой влажностью. Сан-Диего, как правило, более прохладный, чем Лос-Анджелес. С 47 днями слишком жарко по сравнению с 61 в городе Ангела. Итак, Лос-Анджелес место второе. Кто же будет на первом месте? Высокая дневная температура 86. Это уже жарковато. Ночная низкая температура почти 62. Дождливых дней 0. Влажность 57,7. Ну, 58. Немножко же влажновато. Жарких дней 61 всего. Половина лета. Слишком холодные или жаркие ночи 20. Там ночью комфортно. Можно с открытым окном спать. В то время как в Лос-Анджелесе, как известно, довольно жарко. И обычно нужно использовать кондиционер в течение всего лета. Его низкая влажность переводит город на более высокий комфорт. Общий комфорт. Там не влажно, действительно. В Калифорнии... Ну, там бывает иногда влажно. Я вам скажу, бывает иногда выходишь с магазина, где был кондишен, да. Выходишь на улицу и такая пахнет, такая влага. Ну, это очень-очень редко бывает. Обычно перед дождем. Вот. Ну, так как дождей там почти что нету летом. Это обычно случается зимой или, ну, где-то в тех... Ну, поздно осенью или ранней весной. В основном зимой там влажновато. Но влажновато-то как? Это даже мягко сказано. Ну, очень такая приятная влажность. Нету влажности там. Там астматиком хорошо жить, например, у кого есть проблемы с дыхательными путями. Итак, первое место. Гонолулу, Хавайи. Первое место. Высокая дневная температура 86 градусов. Ночная низкая 71. Тепло ночью. Вот как вот сейчас во Флориде. Дождливых дней 17 за лето. Но влажность 62. Всего лишь 62. Притом при всем, что там, вы видите, 17 дней дождь. Жаркие дни 87. Слишком прохладно и слишком жаркие ночи 0. Там ночью очень... Значит, и не жарко, и не холодно. Хорошая 71% градус ночью. Это очень хорошая температура. Около 20 там, 1-2. Короче, это очень комфортная температура ночью. Можно спать, не задыхаясь, без этих... Да, можно открытые окна держать. Можно гулять ночью, и не задумнешь, и не попотеешь. Гонолулу не имеет ни одного дня в течение лета, который становится слишком прохладным или остаётся слишком жарким ночью. А окружающий Тихий океан охраняет дневные температуры от слишком экстремальных температур ночи. В прохладном Тихом океане слишком низкая влажность. Короче говоря, это почти идеально. Но что ещё можно ожидать от островного рая? Теперь переходим к плохим местам для жизни летом. Я думаю, это даже важнее, чем знать хорошие места, потому что плохое место, где вот такая влага и жара, не надо туда ехать, жить. Я не советую, лично я не советую. Я плохого людям не советую, между прочим. Ну, смотрите сами, решайте сами, иметь или не иметь, ехать или не ехать. Но я вам расскажу, короче, минусы. На десятом месте по плохости стоит город Остин, Техас. На удивление. Мне нравится этот город. Но для жизни летом он, короче, плохой. Он из сотни списка плохих городов и хороших. Он, ну, десятый с самого конца. Вот. Самый плохой я потом в самом конце. Короче, я начинаю с самого более лучшего. Лучше из худших. Высокая дневная температура 96,7, ну, почти что 97 градусов. Это очень жарко, это почти 100. Это обычная средняя температура летом, днём, дурдом. Ночная низкая температура 72, тёпленько. Для жалевых дней 12 за лето, влажных 69. Это очень плохо, потому что, как мы помним, перед этим, когда я говорила про точку Росе, 60 это комфортно. То, что выше, это уже плохо. Жарких дней 92 за лето. Слишком прохладные или холодные ночи 0. Ночью там хорошо. Расположен примерно в 80 милях к северо-востоку от Сан-Антонио. Остин имеет несколько более высокий и среднесуточный максимум, но, тем не менее, низкий ночной минимум и влажность. В рейтинге десятки наименований комфортных летом городов остиниты могут похвастаться тем, что они являются лучшими из худших в этом конкретном исследовании. Как я и говорила, начинаем с лучшего из худших. Они могут похвастаться. Номер 2. Сан-Антонио. Опять Техас. Высокодневная температура 96,5. Ночная низкая температура 73. Дождливых дней 12 за лето. Влажность 69. Жарких дней 92. Кстати, все эти десятки этих плохих, там у всех 92 жарких дня за лето. У всех 92. Я просто так посмотрела на скидку. Значит, все они очень-очень жаркие. Из трех месяцев у них 92 жары. Город значительно менее влажный, чем 8 лузеров, идущих после него. Но он очень жаркий. Среднесуточный максимум 96,5 по Фаренгейту. Это очень жарко. Номер 8. Нью-Орленс. Высокодневная температура 91,5. Ночная низкая температура... И плюс влажность. Ночная низкая 74. Дождливых дней 27. Влажность 74. Это дурдом. 74 это дурдом. Когда комфортная влажность, это точка рассе 60. Вот. Ну, когда 60, это комфортная влажность, да. Жарких дней 92. Слишком холодных и жарких ночей 0. The Big Easy большой легкий. Также может быть известен как большой липкий штат. Так как влажность 73,9, но 74 является второй по величине в этом исследовании. И только Cape Coral Foil Fort Myers еле-еле впереди с его влажностью в 74,2. Номер 7. Джексон. Джексон, Миссисипи. Это он с 7 в десятке. 7 внизу он, короче, еще пока. Высокая дневная температура 92. Ночная низкая 70,5. Дождливых дней 19, влажность 72. Жарких дней 92. Жарких и холодных ночей 0. Низкий уровень дневной Джексона 70,5 градусов по Фаренгейту на самом деле крут по сравнению с другими наименее комфортными летними городами. Но его средний дневной максимум составляет 92 градуса при влажности 72. Это очень некомфортно. Очень-очень некомфортно. Номер 6. Батон Руш. Луизиана, по-моему. Высокая дневная температура 92. Ночная низкая 72,4. Дождливые дни 24. За лето влажность 73,3. Жарких дней 92. Холодных и слишком жарких ночей 0. Батон Руш страдает от высокой средней дневной температуры и неудобно высокой температуры. Высокой влажности. Некомфортное место для летнего отдыха. Я тут уже сижу, я уже вся мокрая в этом. Я дома сижу. Орландо. О, как раз номер 5. Орландо, Флорида. Ой, пердам. Высокая дневная, он номер 5. Он, короче, с самого конца, он номер 6 получается, да, или какой он там получается. Высокая дневная температура 92, ночная низкая температура 73, дождливых дней 32 за лето. Ну, целый месяц, каждый третий день дождь идет. Влажность 73,3. Очень влажно. При такой температуре очень влажно. Жарких дней 92. И слишком холодных или жарких ночей 0. Но я бы с этим поспорила, потому что ночью... Ну, вообще-то здесь ночью не жарко, здесь очень душно. Здесь очень-очень душно. Короче, уже темно на улице, это резко потемнело. Сейчас только 5.55. Я извиняюсь за освещение, но я уже заканчиваю. Короче, Орландо. Я пыталась спать с открытыми окнами летом. Как в Мельбурне мне не удалось нормально спать. Короче, очень-очень мокрая. Вся-вся мокрая. Дышать не очень. Спала с кондиционером. Пришлось включить лампу, потому что стемнело быстро. Сейчас 5.55 было. Но я не заметила, делала, увлеклась, сделала видео. Я не заметила, как я выгляжу на этой камере. И, наверное, у меня там очень плохо. Я извиняюсь за качество съемки. Я просто не обратила внимания. Сейчас не хочу переделывать это видео, потому что уже вечер, у меня еще работы много. И я хочу уже хоть что-то выложить. Орландо, Флорида. На пятом месте высокая дневная температура 92. Ночная низкая 73. Дождливых дней 32. Влажность 73. Жарких дней 92. Жарких или холодных ночей 0. Расположен в самой середине Флориды и является домом для тематических парков развлечений. Орландо имеет в среднем 32 дождливых дня при дневной температуре в 92 градуса по Фаренгейту. Ужасная парочка. Я согласна. Номер четыре. Кейп Коралл, Флорида. Или Курал. Высокая дневная температура 92. Ночная низкая 74. Дождливых дней 37. Влажность 74. Жарких дней 92. И холодных или жарких ночей 0. Расположен в том же заливе, что и Хьюстон, Баттон Руш и Новый Орлеан. Кейп Коралл, а где он есть? Летний дискомфорт. Достаточно сказать, что область мыса Коралла Форд Майерс является горячим и влажным. Если там Хьюстон и Новый Орлеан, а там очень жарко и влажно. Так что это та же фигня. На третьем месте по плохости. Это сейчас, знаете, на пьедестал, когда медали дают, то первое место занят, то второе, то третье. Вот это мы подошли до тройки самых худших. На третьем месте. Вот на самом бронзовую медаль по плохости получает Лейкленд, Флорида. Высокая дневная температура 93. Ночная низкая 72,4. Дождливых дней 34. Влажность 73,7. Очень влажно. Жарких дней 92. Слишком холодных и жарких ночей 0. Как и каждый город в нашей нижней десятке, в Лейкленд, Винтерхейвен, в среднем 92. Слишком горячих дней. Плюс высокая влажность. Но он там, наверное, еще хуже, чем в Орландо. Потому что, во-первых, там такая дешевая. Ну, рент снимать там очень дешево. Никто там не хочет жить. Там живут только те, кто уже не может даже Орландо себе позволить. Вот. И доезжают сюда на работу. Там туши свет, там очень плохо жить. Ну ладно, Лейкленд. Ладно. Про город я не буду, но вот действительно погодка там та еще. Второе место. Серебряную медаль по плохости. Та-дам! Получает Хьюстон, Техас. Ну, еще не забываем, что там летом ураганы и эти всякие случаются. Знаете, вот, да. Высокая дневная температура 94. Ночная низкая 74. Дождливых дней всего 19. Очень мало. Но влажность почти 74. 73,7. Жарких дней 92. Слишком холодных или жарких ночей 0. Хьюстон. У нас проблема летнего комфорта. Здесь слишком жарко и влажно. Влажность 73,7 является более вязкой, чем соус барбекю. И кто же победитель? Худший из худших. Кто самый? Самое плохое место в Америке для жизни летом или для путешествия. Та-дам! Маккеллен, Тексас. Но самый очень-очень плохой покрыт в смысле криминала город вообще отстой. Вообще, даже его не принимайте во внимание этот город. Если будете ехать в Америку, там в Техас. Маккеллен, это у меня есть про криминальные штаты Америки видео. Он там оговаривается. Вот. Короче, высокая дневная температура 98. Это ж можно свариться в крутую, помаленьку. Это осло-кукер, а не город. Ночная низкая температура 55,5. Подождите, 98. Сколько это получается? 33 градуса при влажности в 72,3. Это же всё, это сауна? Это сауна? Это конкретно сауна? Дождливых дней 9, влажность 72,3. Жарких дней 92, слишком жарких и холодных ночей 0. Маккаллен официально самый неудобный летний город благодаря в среднем 92 дням слишком жарких и среднему дневному максимуму 98 градусов. Температура эта слишком жарко. Жаркий и влажный город. Есть такой список 100 городов. Я вам озвучила 100 лучших и 10 лучших и 10 хужих. И сейчас я пройдусь просто по названиям городов. Начиная от Гонолулу номер 1 самого клёвого города, заканчивая Маккалленом, который номер 100 в самом конце. И я буду просто освещать. Я некоторые буду говорить, это номер такой, номер такой. Но такие более знаменитые города. И вы просто, чтобы ориентировались, посмотрите, куда вы хотите ехать. И где вы, ну или на каникулы, или вот жить. И просто, чтобы вы имели в виду, насколько вот согласно списку статистики, вот по погоде, насколько хороший этот город. Так, номер 1 Гонолулу, потом Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Хосе, Окснорд, Сан-Франциско, Кливленд, Баффало, Рочестер, Сиэт. Дальше идёт Детройт, как удивительно насчёт погоды. Это только насчёт погоды летней. Акрон, Бугайо, Сиракуза, Ворчестер, Салт-Лайк-Сити, Вьюта, Милуоке, Миннеаполис, Гранд-Рапидс, Нью-Йорк, Бостон, Хартфорд, Вест-Харфорд, Коннектикуте, Провиденц, Врут-Айленде, Портленд, Воригоне, Толедо, Бугайо, Албани. В Нью-Йорке, Скрантон, Филадельфии, Чикаго, Fresno, Калифорнии, El Paso, Тексас, Springfield, New Haven, Коннектикуте, Питтсбург, Пинсилвания, Сакраменто, Young Town, Ухайо, Бриджпорт, Бекерсфилд, Калифорния, Мэдисон, Оджден, Оджден или как Юта, Дэйтон, Ухайо, Филадельфия, Пенсильвания, Лас-Вейгас, Стактон, Калифорния, Харисбург, Пенсильвания, очень много Пенсильвания на хорошем уровне. Стоптон, Харисбург, Риберс, Калифорния, Вашингтон, Ди-Си, Прово, Вьютия, Спокане, Балтимор, Индиана, Наполис, Вирджиния, Бич, Альбуки, Аркев, Нью-Мексико, Аллентаун, Пенсильвания, Бойс-Сити, Вайдахо, Дэн... Я иногда Штаты указываю, иногда не указываю. Дес, Мойнес, или как оно, Вайове, Колорадо, Спрингс, Денвер, опять Колорадо, Коламбус, Ухайо, Кензас-Сити, Гринсбург, в Северной Каролине, Омаха, Таскан, Варизония, Синсинати, Ухайо. Синсинати, это уже 62-е место, тоже плохо. Кстати, на 50-м месте было Вирджиния, Бич, Вирджиния, потом идет по плохости Альбукерки, Нью-Мексико и вниз уже такие по площади. Синсинати, Ухайо, Сен-Луис, Винстон, Сейлем, Северная Каролина, Луиз Виль, Кентаке, Гринвилл, Салт-Каролина, Южная Каролина, Атланта, Джорджи, Дурхам, Чапелл-Хилл и Ролли на 69-м месте. Это Северная Каролина, столица. Вичита, Кензас, Шарлотт, опять Каролина, вот это уже Каролины туда идут. Феникс, Аризона, Наксвилл, Теннесси, Оклахома-Сити, Чарлстон, опять Южная Каролина. На 76-м месте Нэшвилл, Теннесси, потом Ричмонд, Далтона, Дайтона-Бич, Флорида, это 78-й. Начинается Флорида первый раз, показалось на 78-м уж месте. Но это уже, короче, плохо. Ни разу не было выше где-то. Ни один флоридский город не был выше, не то что выше 50-ти, выше 70-ти. Она аж на 78-м начинается. Мэмфис, Теннесси, Талса, Оклахома. Майами, Форт-Лодердейт, Васт-Палм-Бич, Флорида на 81-м месте. Ну, не самое плохое место, но все-таки видите. Даллас, Форт-Ворс, Арлингтон, Тексас, на 82-м Бирмингхэм, Алабама-Августа, Джорджия, Палм-Бей, Мелбурн, Тайтус-Вилл, Флорида. 85-й Джексон-Вилл, на 86-м еще хуже, хуже, чем Майами. Литл-Рок в Аризоне, Норд-Порт, Сарасута, Брадентон, Флоридия, на 88-м аж. Коламбия в Южной Каролине, на 89-м. Тампа, Сент-Пит, Клир-Вотер на 90-м. Вот чуть-чуть не хватило им попасть в десятку худших. Тампа, она идет перед десяткой, самая первая. Тампа, Сент-Пит и Клир-Вотер. Потом идет десятка худших. Остин, Сан-Антонио, Нью-Орленс, Джексон, Баттон-Руш, Орландо, Киссиме. Ну, мы в Киссиме. Кейп-Коралл, Лейк-Лэнд, Хьюстон, Макалин. И, значит, на самом последних, Техас в десятке четыре города, четыре места Техаса в десятке летом. Короче, туши светлые там. А Флориды раз, два, три, только три. Но зато они три подряд идут на третий, четвертый, пятый снизу. Ну, вот такая вот статистика, где не надо жить летом или куда не надо ехать летом. Ну, конечно, во Флориду можно ехать летом, если там на недельку. Но учитывайте, что здесь будет очень жарко и очень влажно. Это не самый такой курортный. Сюда, если в отпуск, то лучше уже ехать в мае или в сентябре. Вот в сентябре, еще конец сентября. Вот начало октября тогда еще тепло. Но нету этой парящей, жарищей такой и духоты. Ну, лучше, конечно, в мае, например. Ну, на крайняк, на начало лета. Вот начало лета еще можно жить. Вот, а потом уже все. Потом уже ты на улице просто не будешь находиться. Вот, просто будешь сидеть в машине в кондиционере, в магазине в кондиционере, на пляж. Погоришь весь нафиг. Вода горячая, будешь как это. Яйцо в смятку вариться там, да. Понемножку, понемножку обваливаться. Ну, это, во-первых, не здорово для здоровья, для клеток, тела. Вот они нагреваются, вот это все. Это очень можно такой удар, не солнечный, да и солнечный можно получить. Но этот, как его, температурой, ну, как он называется, от жары удар, который я, блин, забыла, вылетела. Вот, и от него, кстати, рак, вот от этой, вот этих ударов жарой, от них рак не от солнца. Вот, а вот это, вот кого рак, им не разрешают врачи ездить на курорты, потому что там жара. И вот эти раковые клетки, они больше в жаре, они, короче, им плохо здесь, ну, в жаре, у кого рак. Поэтому считайте, эта жара, она совсем тепло, хорошо, когда тепло. Но когда вот такая жарища и влага, у кого астма или какие-то аллергии, это все, а то дурдом. Вот, аллергикам нельзя сюда ехать, ни за какие коврижки нельзя сюда ехать, но сами решайте. Куда-то я не туда постоянно на камеру смотрю, всегда смотрю выше на экранчик, надо приучиться в камеру смотреть. Но я, ой, все никак не могу привыкнуть. Ну, ладно, вот такое вот видео, если вы нашли что-то интересное, дайте знать. Ну, и вообще тема, которая вас интересует, понравилась, если, ну, в смысле информация, или ставьте лайки, или пишите какие-то комменты, что вам нужна такая информация, или какая информация, чтобы я просто знала, что о чем говорить, потому что есть о чем сказать, много тем. Вот, и надеюсь, что вы что-то познавательное узнали. Вот, и, короче, всех люблю, всех целую, чао.